Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне кажется, что сегодня моя жизнь закончилась. С мужем произошла незначительная ссора, которая переросла в настоящий скандал. Вспомнить причину ссоры уже даже тяжело, но важно то, что в этой ссоре мой муж сказал, чтобы ты сгорела и сгнила, как собака. То есть, изначально он хотел сказать вздохло. Я очень разозлился и сказал, чтобы твоя мать вздохла. Он всегда сравнивает меня с ней. Говорит, что наша квартира, в которой мы живем, благодаря идее, что я здесь на птичьих бровах, и что для него только мама важна. После этого он меня ударил несколько раз, и вот последний считает, что прав. Он сказал, что за это меня нужно убить, и что то, что сказал он ерунда, по сравнению с тем, что сказала я. Мать важнее, лучше ты сдохни, сказал мне мой муж. Также стал запугивать тем, что расскажет своей маме это. Мне, к слову, все равно. Говорит, что я для него больше не существую, что я шавка и так далее, и что он правда хочет, чтобы я умерла. Помогите. Даже не знаю, чего я хочу в этой ситуации. Я хочу с ним поговорить спокойно, чтобы он понял, что он виноват не меньше моего. Теперь же, скорее всего, мы разведемся, чего я очень не хочу. Но я не считаю, что виноват в этой ссоре. Он давит на меня, манипулирует и говорит, а вот моя мама о тебе постоянно спрашивает. А ты вот так. Я начинаю винить себя, загонять в угол, вторые сутки не ем и не сплю. Я не знаю, что делать дальше и как жить. Сочувствую вашей ситуации, правда. Вот. И хочется, наверное, указать на некоторые особенности вашей ситуации, на некоторые проблемы вашей ситуации, которые вы описываете. Во-первых, во-первых, вот первое, пожалуй, такое вот прям, на мой взгляд, самое главное, самое важное, вот. Это то, что много агрессии. Очень много агрессии чувствуется в вашем рассказе, причем как с вашей стороны, так и с стороны вашего мужа. Если много агрессии, то это означает, что вы как-то вот, ну, может быть, не совсем честны, что ли, с своим, может быть, супругом, да, вы не честны. Может быть, вы не совсем честны как-то вот с собой, ну, сами с собой, вы, может быть, не честны. Вот. И, в общем и целом, я бы сказал, вот, что такое ощущение, да, что вот есть, ну, много недовольства. Недовольства, много недовольства. Недовольства вашим мужем, вот, недовольства, ну, недовольства мужем, как бы, вами, да? То есть, вот, это, как мне кажется, очень, очень и очень, ну, серьезно, вот. Я бы так сказал в первую очередь. И, опять же, как мне видится, как мне видится в этой ситуации, вам крайне желательно здесь увидеть, вот, как вы изначально сказали, да, что вот, ну, я не знаю, чего хочу вы говорить. То есть, ну, нужно вот разобраться как раз с тем, да, чего вы хотите, какие приоритеты у вас, какие приоритеты, я имею в виду, ну, жизненные приоритеты у вас. Потому что сейчас, пока что, вот, как будто бы этих приоритетов у вас, ну, не наблюдают. То есть, как будто бы, вот, без, ну, без, без приоритетов, вот, без своей позиции, без, скажем так, своего мнения, да? Вот. И это все очень сильно, как мне кажется, чувствуется, вот. Вы говорите, что, значит, муж вас, может, ну, вот, он все время, получается, попрекает вас, ну, вот, тем, что вы на птичьих правах, да, тем, что, вот, там, все благодаря вашей маме, что он... Для него, там, его мама на первом месте, вот. А как вы сами к этому относитесь? То есть, вы говорите, вот, разводиться я не хочу, допустим, вот. Ну, допустим, допустим. А разводиться сейчас никто и не говорит. То есть, не говорит, никто не говорит про то, что вам нужно разводиться на данный момент. Но мне, мне кажется, вот, мне так вот кажется, что вам, ну, как минимум, как минимум, нужно разобраться в себе. То есть, вот, я вообще, вот, чего хочу хамать, да. Мне-то вообще, вот, что нужно. Вот. То есть, ваш муж, он, ну, вот, скорее всего, не изменится. Да. А, ваш муж, он, ну, скорее всего, там, грубо говоря, не станет, ну, другим. Да, да, так что он, ну, не станет таким, каким вы бы, там, допустим, хотели бы его видеть. Да, да. К примеру. И так далее. То есть, он, он не изменится в этом смысле. Вот. Но, что вы хотите выяснить? Что нужно вам? В чем вы, в чем нуждаетесь вы? Да. Вот. Как вы относитесь, там, условно говоря, ну, вот, к его ценностям, допустим. Вот. Которые, ну, вот, у него есть, у вашего мужа, которые есть, как вы относитесь к ним. Понимаете, да? То есть, вот, это важно, как мне, как мне кажется и как мне видится. А, пока что, об этом, к сожалению, речи не идет. Как, опять же, повторюсь, да, вот, как мне видится. А, пока об этом, пока об этом речи не идет. И вот, этот момент очень, ээээ, очень, ээээ, ну, серьезный момент вообще-то, говоря. То есть вы живете с человеком, да, вы живете с человеком, который, ну, может быть, вам, может быть, вам вообще-то и не подходит по, ну, по ценностям не подходит вам человек. Так, а вы пытаетесь, значит, ну, как-то вот, ну, подстроиться под него, вот, как будто попытаетесь угодить ему, вот, понимаете, причем здесь вот мама такой, ну, достаточно серьезный. Скажем так. Это, это вот такой момент. Дальше. Ну, бросается в глаза. Ну, как мне видится, опять же, бросается в глаза то, что вы как будто бы не можете жить для себя. Очень сильно бросается, очень сильно бросается в глаза, вот, очень сильно, что вы как будто бы вот для себя не живете, вот, вообще. То есть как будто бы, вот, живете вы, там, условно говоря, только для, вот, своего мужа и все, для себя нет. Для себя вы не живете. И это проблема. Ну, на мой взгляд, это проблема. На мой взгляд, это проблема. Вот. Потому что вы к себе не прислушиваетесь. Ну, вот, благодаря, благодаря такому подходу вы к себе не прислушиваетесь. И вам, в общем и целом, эээ, страшно по этой, как раз, причине. Как мне видится. Вот. То есть, вот давайте спросим себя, вот вы не хотите разводиться, да? Почему вы не хотите разводиться? Вы говорите, моя жизнь, ну, как бы, закончена, да, да? Вот. Ну, вы говорите так. Почему ваша жизнь закончена? То есть вот, почему вы так решили? Потому что ваша жизнь, она, ну, закончена. То есть как вы, условно говоря, пришли к тому, что ваша жизнь, она, ну, что она закончена. Вот. Вот на это нужно обратить внимание, ну, в том числе. На это и вот на другие такого, ну, другие такого рода вещи. Потому что сейчас вы, как мне представляете, вы себя очень сильно обеспечите в контексте вашего мужа. Вот. Вот. Вы пишите следующее, что, вот тоже интересный момент, вы говорите, что, мне кажется, сегодня моя жизнь закончена. И вы пишите, что по сей день какое-то время прошло, а что сегодня произошло? Такое, что вы вот посчитали, что ваша жизнь, она, ну, закончена. Почему именно сегодня ваша жизнь закончена? Вот. Дальше вы говорите, что вам все равно на маму, ну, на маму мужа, вы говорите, что вроде как вам все равно. Вот. А при этом вы говорите, что испытываете чувство вины. Вот. То есть как-то вот это, знаете, немножечко, ну, на мой взгляд, противоречит. Это противоречит, в общем-то, там, что вы, ну, там, что вы пишете. Вот. То есть если бы вам было все равно, то не было бы чувство вины. Поскольку вот чувство вины есть, то, ну, значит, вам не все равно, к сожалению. Вот. Вот и все. Как мне кажется. А дальше, то, что позволяет себе ваш муж по, ну, по отношению к вам, да, 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 то, что он позволяет себе. Мне видится это так. Вот. Это следствие того, что вы позволяете вот как-то, знаете, ну, нарушать ваши личные границы. Вот. То есть вы прям, ну, позволяете прям это делать. И опять же, у меня вопрос здесь, он такой, а как вы к этому пришли? Ну, понимаете, да? Ну, вот как вы пришли к этому? Потому что вот ваша личная граница нарушается. А чувство вины, которое у вас есть? Ну, вот. Ваша чих-провинность. Оно, это чих-провинность. Связано со злоством, которое вы подавляете. Вот. То есть вы подавили вот злоство свою. Ну, подавляли её. А, ну, неоднократно подавляли, судя по тому, что опять же, я могу вид, отсырочетство вины, кстати говоря, у вас, по крайней мере. Вот это очень важный момент. То есть вы себя вот, ну, в этом смысле, да, вы себя, получается, ну, зажимаете, скажем так. Вот. И ничего хорошего из этого, на мой взгляд, ну, не получится. Вот. Ничего хорошего абсолютно. Ничего хорошего из этого не будет. Ну, для вас, по крайней мере. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, нужно вот сначала, в себя разобраться. Вот. Разобраться со своими приоритетами с тем, что вы к своему мужу, вот, ну, чувствуете. И дальше уже, я думаю, будет понятно, куда вам хочется двигаться, дальше и как. Вот. Вот. К чему, куда. Как, как, как. Хочется. Эээ, двигаться, двигаться. Вот. Понимаете, да? Вот. Ну, наверное, какой-то такой ответ сейчас я бы мог вам предложить с точки зрения психологии, да, с точки зрения психотерапии. И так далее. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью. До свидания. До свидания. Продолжение следует...